ДИНАРА САРТАЕВА 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 Ирина Камышова, Асхата Бедулов, 1-й Карагандинский. ДИНАРА САРТАЕВА ДИНАРА САРТАЕВА ДИНАРА САРТАЕВА ДИНАРА САРТАЕВА ДИНАРА САРТАЕВА Баян написал заявление в природоохранную прокуратуру. Те направили его в охотничью инспекцию. Однако дело не сдвинулось с мертвой точки. Подробнее в следующем сюжете. Вы мне покажите свой документ, что вы в гости. Вы понимаете, мы хозяева этой территории в конце концов. Хорошо. Откуда я знаю, что вы хозяева? Десять заядлых охотников, в числе которых есть даже егерь, представитель Темиртауского городского общества охотников и рыболовов, в первый же день показали себя не с лучшей стороны. По словам директора компании Баян, они находились на чужой территории и распивали спиртные напитки. Егерь Юрий Марков объяснил это небольшое застолье тем, что его рабочее время уже закончилось. Недовольство местных землевладельцев понять можно. Охотники ходят с расчехленным оружием рядом с населенным пунктом. Следить за каждым правонарушителем владельцы территории не в состоянии. Со слов директора компании Баян, они писали жалобы в полицию, инспекцию лесного и охотничьего хозяйства и даже в природоохранную прокуратуру. Вытаптывают пассивы, закапывают окопы прямо на пассивных полях. И были тоже случаи пожарные, пожары были позапрошлым годом. Мы своими силами ели и потушили пожар. Кроме того, в надзорном органе отметили, что дело о беспределе охотников взято под контроль. Заявление они якобы отправили в инспекцию лесного и охотничьего хозяйства. Однако последние утверждают, что никаких документов к ним не поступало. На вопрос, кем вообще контролируются административные правонарушения охотников, заместитель лесного и охотничьего хозяйства не смог ответить. Я затрудняюсь вам сказать, поэтому... Пока ответственные инстанции ищут ответы на вопросы, землевладельцы страдают от безответственности охотников. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Вчера сотрудники ЧАЭС спасли жизнь двухлетнему ребенку. Малыш забрался в стиральную машину, полуавтомат и застрял. Подробности у нашего корреспондента. В 4 часа дня на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение. Ребенок застрял в стиральной машине. Спасатели среагировали оперативно. В течение 10 минут они приехали на место и извлекли малыша. Дежурное подразделение сразу же выехало. По приезду на место с помощью социального инструмента они деблокировали ребенка со второй камеры стиральной машинки. Ребенок в медицинской помощи не нуждался. Правда, ну и был испуган. Спасатель на месте успокоили его и родители. Ребенок отделался легким испугом, но ведь бывают и другие случаи. Например, в прошлом году, рассказывают спасатели, ребенок застрял в духовой печи. Потрудиться пришлось долго, однако чрезвычайный случай имел благополучный исход. В духовке в том году было, на пальцы одевают игрушки, руки засовывают между трубами, батареи. Потом еще болты одевают на пальцы, кольца одевают. Это практически в месяц 5-6 раз такое случается. Амина Смакова, Лжас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Не переключайтесь, далее будет все самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». Долина Нанди. Прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Меркена, Абдирова, 9. Телефон 9090-09. Победительница третьего сезона популярного телепроекта «Х-фактор» Карагандинка Евгения Барышева продолжает удивлять своим творчеством всех казахстанцев. Недавно она записала две новые песни и сняла клип в Москве. Как живет новоиспеченная звезда отечественного шоу-бизнеса в эксклюзивном репортаже Николая Кравца. Среди серых дождливых туч Быть мне облаком разреши Ты мой свет и мой солнца луч Отвечать сразу не спеши Разольюсь для тебя рекой Чтобы вновь за мечтою плыть Я беречь буду твой покой Разреши мне тебя любить Это новая песня Евгения Барышева «Любить нельзя». Премьера состоялась недавно на сцене программы «Х-фактор» в Алматы. Ее написали российские авторы, а клип снимали на улицах Москвы. Сегодня талантливая Карагандинка гордится тем, что может исполнять песни с написанной специально для нее. Песня «Любить нельзя», которую я уже исполнила на четвертом «Х-факторе» Первого финального концерта Всем показалась, кстати, очень грустной Мне она кажется очень душевной, хорошей песней В общем, как-то говорят, что я очень погрустнела Теперь Евгению Барышеву знает вся страна К победе на музыкальном проекте «Х-фактор» она шла уверенными шагами Впереди новые песни и клипы Звезда «Х-фактора» рассказала, почему не любит исполнять песни некоторых российских исполнителей А все просто Она считает, что в них нет смысла Никогда в жизни не ляжет текст Веры Брежневой, предположим Или каких-то других групп, группы Винтаж и так далее Я считаю, что это полная бессмыслица Но единственное, что людям нравится танцевать под это Исполнительница также поделилась, что собирается переехать жить в Алматы По ее словам, это культурная столица, где можно получить развитие как певица Договор со звукозаписывающей компанией Sony Music у нее заканчивается в мае 2014 года Но Евгения надеется, что сотрудничество будет продолжено А будущей весной Барышева отправится в тур по всему Казахстану Передаю привет зрителям Первого Карагандинского канала Смотрите, не пожалеете Николай Кровец, Сергей Высокосов, Асхат Абедулов Первый Карагандинский Потенциально опасной территорией Карагандинской области является река Нура Так считают чешские экологи Сегодня иностранные эксперты озвучили предварительные итоги исследования загрязненных объектов региона Подробнее расскажет Алина Акбаева Напомним, что отбор проф в горячих точках проводится в августе этого года Специалистами Экомузея, Центра по внедрению новых технологий, а также чешская организация Орника Как оказалось, значительно превышена норма концентрации ртути на некоторых местах реки Нуры А вот содержание ртути в почве не превысило допустимых показателей Ну, там есть две вещи Есть концентрация ртути в рыбе и концентрация в речных осадках И что касается речных осадков Там самый высокий уровень было 177 миллиграммов на килограмм И это превышает, в принципе, европейский стандарт это 10 миллиграммов И казахский это 2 миллиграмма Так что видно, что там превышения очень высокие И что касается рыбы, там концентрации Там мы пока, мы тоже проводили расследование, но пока наши результаты не готовы Сейчас экологи исследуют детские площадки Тимиртау Анализ на выявление тяжелых металлов проводят специалисты лабораторий Голландского университета химических технологий Должны играть в чистом месте, да Поэтому если подтвердятся данные о том, что загрязнение высокое Если мы положить чистый песок, дело одного дня То есть мы надеемся, что даже в рамках проекта нам удастся сделать нечто такое На конференции также рассказали, что от полутора до трехсот тысяч евро Может получить неправительственные организации, которые хотят решать проблемы, связанные с химической безопасностью Малые гранты выделяет Европейский Союз Программа малых грантов у нас для населения и для общественных организаций Сумма одного гранта от полутора тысяч до трех тысяч евро Ну это как бы умножаем на 200, получаем казахстанские деньги Ситуация такова, что вот все вот как бы сто процентов гранта может быть То есть заявка может быть составлена таким образом, чтобы сто процентов расходов этого проекта покрывалось за счет гранта На 10 процентов возросла подростковая преступность в Караганде Об этом шел разговор на семинаре-совещании На котором присутствовали представители правоохранительных органов, общественных организаций, директора школ Приоритетное направление в работе органов внутренних дел занимает профилактика подростковой преступности Работа сложная, требующая не только полной отдачи, но и теснейшей связи с родителями школы Среди учащихся школ есть рост преступности Среди безработной молодежи, а это молодежь, которая выходит из стен школ И далее идет вечерняя школа, либо трудоустраивается, либо нетрудоустраивается Это в общем-то остается все вот в таком пространстве, где мы не освеживаем деятельность наших учащихся Основным видом преступления и в подростковой среде являются имущественные Хочется быть похожим на своих киношных героев, на байках, круто выглядеть перед девчонками Все бы ничего, да вот хочется этого сразу и много Вы видите, что здесь в крае совершено 10-летние грабежи Нанесли в тяжественные источники, кулиганцы, 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 кулиганцы По итогам 9 месяцев текущего года необходимо отметить, что в госпреступности совершено учащимся в колледже техникум С 36 до 46 факторов А тем временем в городе открыты 40 дворовых клубов, 22 хоккейных корта Работают клубы по интересам, в школах существуют советы по работе с трудными подростками Работают комиссии, школьные инспекторы Что еще можно придумать со стороны государства и общества? А как несет ответственность за своих чад другая сторона, родительская? Если они потеряли авторитет у детей и здесь общественность нашла выход В нашей школе учащиеся, вот именно эти учащиеся, имеют возможность выбрать учителя-наставника Тем, кому они больше всего доверяют Учителя-наставники занимаются дополнительно с ребятами по своим предметам Повлекают их в различные конкурсы, фестивали, олимпиады, акции И именно вот практика показала, что общение с учителем-наставником С подопечными всегда дает такой положительный результат Конфликтным семьям помогает общественная организация «Мир добра» Здесь можно получить не только психологическую помощь, но и найти приют на 10 дней Чтобы за это время как-то решить свои проблемы И на очередном семинаре совещания решались подростковые проблемы Искались пути их решения И вот такие семинары мы стараемся проводить ежеквартально Данная работа позволяет нам скоординировать все свои действия Высказать свои предложения по усовершенствованию работы Указать на недостатки и выработать программу для дальнейшей работы Проблемы в подростковой среде решаются всем миром На фоне грандиозных задач, стоящих перед страной Вне гражданской ответственности, сегодня прожить невозможно Это в первую очередь должны понять родители И в первую очередь нести ответственность за своих детей Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский 26 октября в субботу пройдет сельскохозяйственная ярмарка Оуэлбереки-2013 Осенняя торговля расположится по улице Олимпийская Месомолочную плодовочную продукцию представят районные и местные товаропроизводители Цены обещают будут ниже рыночных Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции торговых марок Алюгал Галвин, Херкюль Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником Сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества Любой сложности и на заказ Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно Мы можем подобрать любой цвет Легка в сборке и проста в эксплуатации Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат Алюминиевые системы это Алюгал На этом наш выпуск подошел к концу Смотрите новости 1-го Карагандинского и будьте в курсе всех событий А я с вами прощаюсь, всего доброго, сау-болы-гар Редактор субтитров А.Семкин